Мы сегодня наставляем 4 единицы техники Хорж. Это почвообрабатывающие машины. Две достаточно известный, легендарный, можно сказать, это Хорж Джокер 8РТ и комбинированный агрегат Хорж Тигр 4МТ, на котором установлена система внесения удобрений. Также сегодня на выставке здесь показываем сейлку для пропашных культур Маэстро 8 ДВ 8 рядковую. Вот она за мной стоит. И привезли опрыскиватель прицепной Хорж Лип 4АХ. Хорж не прекращал поставки. Техника с Германией отгружается, как и ранее. Да, возникли сложности с логистикой сейчас, как и у многих компаний. Но, тем не менее, вот с февраля по сегодняшний день мы и сегодня везем технику в Россию. Отгружается техника клиентам, размещаем заказы. Поэтому проблем нет ни с запчастями, ни с техникой. Надеемся, что так и будет продолжаться. Это новинка на российском рынке. Трактор Агро Аполло серии 2004 мощностью 200 лошадиных сил. Двигатель установлен. Рядная турбо шестерка с системой впрыска Common Rail Bosch. Двигатель очень сбалансированный, тяговитый. То есть отдача мощности происходит на ВОМ очень даже неплохо. Трансмиссия у него механическая. 32 передачи вперед, 32 назад, через реверс. Ядравлика открытого центра. 63 литра в минуту. Производительность насоса шестеренчатого. Очень удобный доступ для обслуживания пакета радиаторов. Также очень удобно проводить техническое обслуживание. Все фильтра вынесены у него достаточно наружу, ничем не прикрыты. То есть хороший доступ. Хороший доступ до ремней. Ну и также производить очистку и обслуживание. Вот. Кабина эргономичная. То есть кондиционер у него идет в базе с фильтром салона. Что у нас еще? У нас еще в полной балластировке. Машина весит 6,5 тонн. Без балластировки. То есть 400 килограмм забалластировать можно. Три пары гидровыходов. В принципе камера кругового обзора идет в базе. Гарантий на данную машину два года от завода-изготовителя. Вот. В принципе все, все механическое. Данные машины в России не были представлены ранее. Не продавались никогда. Это первые машины, которые мы везли. При этом завод достаточно большой. В Китае работает более 10 тысяч человек на заводе и тракторы продаются как в Европе, так и на западном рынке. Вот мы их привезли в Россию. Будем развивать здесь рынок. На сегодняшний день до того, как мы везли первую машину, мы уже продали порядка десяти машин в России. Да, сейчас клиенты наши ждут эти машины. Вот и буквально вчера вот пришла информация, что на таможне сейчас в Забайкальске таможица шесть машин. Поэтому в текущей ситуации будем развивать рынок с китайским производителем тракторов. На выставке у нас представлены сеялка отечественных производителей. То есть посевная компания Подмосковья изготавливает полностью из российских запчастей. Данная сеялка находится в хорошей ценовой категории, что очень благоприятно для покупки маленьким фермерским хозяйством и в сложной ситуации экономической является то есть каким-то таким небольшим выходом. Сеялка данная представлена уже новой комплектации, то есть монодисковый сошник для подрезания стерни остаточной и монодиск на высев непосредственно самого зерна, что является очень неплохой особенностью для пропашных селок. С помощью подрезных дисков она очень хорошо выдерживает глубину посева. И сзади идет колесо специальное для чернозема, так как у нас на Кубани везде чернозем и при определенной влажности он имеет свойство налипать. Данное колесо предотвращает такие свойства земли. На данном стенде представлена барана дисковая тяжелая бд-5. Это аналог бараны Лемкин, то есть импортозамещающие товары, весы 6,5 тонн. Под собственным весом она отлично обрабатывает почву. Диск бараны изготовлен на стойке, стоит на стойке ФКЛ, подшипник, то есть и изогнутая стойка под 15 градусов, она входит в землю и производит лущение стерни. Отлично заделывает пожненные остатки, такие как солома, пшеничная, рисовая солома и кукурузу подсолнечник соответственно тоже очень хорошо перерубает. Насколько мощный трактор нужен? Для данного агрегата нужен трактор приблизительно от 220 до 250 лошадиных сил. Как насчет надежности? Трущиеся детали, металл, который превращается в пластилин? На технику Донецкого экскаваторного завода, который производит эту борну, распространяется гарантия 12 месяцев или один год на все детали абсолютно. То есть неважно, что это резинотехнические изделия либо металлическая конструкция. Но за нашу практику, то есть эксплуатации в течение пяти лет, она уже выпускается. Были незначительные случаи, но все это железное, как бы все ломается, но минимальные, минимальные ремонты. Мы здесь видим опрыскиватель ОНВ 800, 800 литров емкость и колонна. Данное расположение колонны, она выдает отличный продув кроны деревьев, то есть его можно использовать как в саду, так и на винограднике и на мелких кустах, потому что у него отключаются форсунки. Форсунки видоизменяются, то есть их можно переставлять, она поворотная, что очень благоприятно влияет на распыл и качество обрабатываемой поверхности, то есть листьев. Даже вентилятор на данном опрыскивателе регулируется, то есть по захвату воздуха, что либо увеличивает, либо уменьшает продув кроны. Такие опрыскиватели приобретают в основном небольшие фермерские хозяйства, у кого где-то приблизительно около 50-100 гектар сада. Изготавливается он полностью из российских запасных частей. Это емкость Крым, Химпласт, это производство Республика Крым. Вся полностью конструкция и все остальное это изготавливает Агротех, город Таганрог. Иностранные опрыскиватели, конечно, выглядят довольно-таки красиво, у них всевозможные порошковые краски, но наш опрыскиватель ОНВ-800 работает так, как не работает ни один импортный опрыскиватель. Это многолетний труд конструкторский, то есть Николай Павлович Ходячий, это генеральный директор Агротех, приложил немало усилий для усовершенствования данной конструкции. Она прошла полностью полевые испытания во всех регионах России. Здесь представлена у нас барана дисковая или лучильник в простонародье, который работает на глубину до 5-7 сантиметров и производит мульчирование верхнего слоя почвы с последующей заделкой пожневных остатков. Конструкция этого лучильника выполнена по новой технологии лафетного складывания, то есть когда данный агрегат складывается, он составляет габаритную высоту и ширину, что немаловажно при транспортировке агрегатов по дорогам общего пользования. У этого лучильника выполнена подпружиненная стойка и подшипниковый узел и диск на прижим стоит. То есть такая технология используется в немецких Амазонах, в Катросах, но эту технологию мы немножко как бы подсмотрели и сделали полностью наш российский лучильник. Производитель этого лучильника компания Ресурс Агрострой, которая является производителем на территории Краснодарского края. Находятся они в станице Новотитровской и производят полностью всю линейку почвообрабатывающей техники. Мы представляем, как и старых наших давних партнеров, технику их производства. Это европейские бренды, также бренды и турецких производителей. Скажем так, многие европейские бренды перестали поставлять технику, как говорят сейчас, из недружественных стран. Вот в связи с этим мы нашли им замену турецких производителей, которые изготавливают недорогую высококачественную технику. Одним из лидеров по производству сельхозтехники в Турции является группа компаний «УНЛУ». Это три крупных завода, оснащенные по всем, по последним стандартам ИСО. На этих заводах работают роботы, которые изготавливают высококачественную сельхозтехнику. Наши аграрии были на этих заводах, высоко оценили культуру производства, высокий уровень производства. И видели эту технику в работе, и, соответственно, они с удовольствием приобретают ее. Уровень цен на начальную покупку, а также уровень цены обслуживания довольно-таки приятный. Пять лет назад наша компания явилась, можно сказать, первопроходцем, ввела на наш российский рынок эту технику. То есть до этого были единичные продажи. Мы были, наверное, первым дистрибьютором на территории России, который осуществлял полноценный ввоз техники, продажу, обслуживание, гарантийное, послегарантийное и обеспечение запасными частями. На данный момент у нас развитая дилерская сеть уже на территории России. Не только у нас в крае, но и по всей России сельхозтаропроизводители с удовольствием приобретают технику турецких производителей. Хочу вам представить разбрасыватель, распределитель минеральных удобрений ЦТАТС. В данном случае у нас здесь представлен макет машины. Здесь на этом стенде у нас представлена машина полностью в своем собрана и готова к эксплуатации. Наши машины с помощью установки Wind Control работают, даже определяют порывы ветра. И на основании метеостанции она изменяет точку впуска, чтобы у нас не было сноса минерального удобрения при обработке нашей поверхности. Третий момент. Наша машина работает на краях с помощью системы АвтоТС. То есть это включение и отключение лопаток. Вот я сейчас вам на макете продемонстрирую. То есть у нас автоматически малая и большая лопатка открывается, перекрывается, чтобы наше удобрение меняло траекторию полета. И на краях, я повторю, на краях у нас, видите, вот на малую переключила. А теперь, когда мы переключаем, это все делает в автомате машина. Она переключает на большую лопатку и у нас ширина разбрасывания становится, ну, та, которую непосредственно работает клиент. Дальше машина самообучаемая. Здесь у нас находятся весы, очень точные весы. Они определяют в режиме онлайн каждые 20 килограмм машина через себя пропускает и определяет новый коэффициент калибровки. Это позволяет за счет того, что у нас где-то влажное удобрение, где-то разная фракция. Один бигбэк будет с такой фракцией, другой с другой. А у нас машина более точно устанавливает норму внесения удобрений. Это очень важно в данном случае, потому что сейчас оптимизация точек переключения. То есть с помощью section control наша машина видит привеску GPS, switch, отключение секций и есть точки включения-выключения на данной машине. С помощью section control машина включается и отключается именно в том месте, где она не обработала поверхность, которую мы обрабатываем. Компания Amazone остается в России. Для этого мы здесь и находимся, для этого мы предоставляем эту великолепную технику вашему вниманию. Поэтому у нас мы, как говорится, своих не бросаем, мы остаемся на рынке. Сегодня на выставке мы поставили луковый копатель WS-40, предназначен для уборки лука. Компания Grimmy остается на рынке, не уходит. То есть проявил себя как надежный поставщик, который, несмотря ни на что, продолжает работу в России. Поставка техники и поставка топливных шестей. Мы привезли на стенд на Золотую Ниву. Наши производства жадки – это жадка Oroch Rus 8-летковая. Также имеются в производстве 6-летковые жадки и 4-летковые жадки, в зависимости от мощности комбайнов. И привезли как дистрибьюторы импортные жадки венгерского производства. Это Oroch 3 и модель Oroch Carnada. Кто производит эти жадки? Где? Как так будет? На данный момент вот эти жадки, которые представлены, производим мы в городе Волгоград. То есть это собственное локализованное производство. Это совместный продукт с компанией, с заводом Oroch Lenomar. Производим с 2016 года уже, стабильно развиваем производство. Ежегодно наращиваем количество именно производимых агрегатов. На данный момент уже более 100 единиц жадок мы делаем в год. Есть дальнейшие перспективы развития. В чем особенность европейское качество по адекватной цене на данный момент? Получается, мы завозим импортные комплектующие, основной узел является венгерский. В остальном, то есть покраска, рама, сборка, шнек и некоторые запчасти, мы производим уже у себя на заводе локализованные. Что, соответственно, позволяет нам снизить продукцию, цену продукции снизить относительно цены импортных жадок. Люди покупают, люди довольны. Также на стенд мы привезли жадку европейского производства. Производится она в Болгарии. Это безредковая жадка для уборки подсолнуха. В чем ее удобство? То есть можно, не привязываясь к междуряде посеянного подсолнечника, заходить на любое междуряде без проблем. Плюс за счет того, что она имеет протягивающий вал, можно сроки уборки немножко ускорить. То есть она может зайти по времени немного раньше, что позволит убрать срок культуру, нежели, допустим, на редковой жадке. Широкие лодочки плюс регулируемые зазоры входного канала. То есть позволяет уменьшать потери практически до нуля. И регулируемый щит, он регулируется из гидравлики, не механически. То есть это очень удобно комбайнеру в работе. То есть ему не нужно выходить, как-то механически настраивать, тратить на это время. Из комбайна он поменял настройки в зависимости от культуры, которая у него растет. И дальше пошел работать. И также у нас стоит сетка по всей длине жадки. Это для того, чтобы если на скорости начнут перелетать корзинки подсолнечника, они обратно возвращаются к шнеку и перемещаются на клонную камеру. Также уменьшаются потери за счет этого. Это техника голландская. Зарекомендовала себя она очень хорошо по всей территории России. Значит, это первое, да, все остальные, которые вы видите здесь на выставке, вообще, в принципе, работают. Да, это аналоги наши, там еще какие-то, может быть, украинские, российские. Мы можем вносить к кассу и сульфатамонию разбавлять. И можем сульфатамонию. Сульфатамонию для чего добавлять? Для пролонгации действия этого удобрения. Вот. Ну, в основном только касс используют. И в основном это предназначено для подкормки именно зерновых культур. Эта техника вообще не новая. Это 7 лет она уже в эксплуатации. Вносила порядка 2000 гектар в год. То есть порядка 10 тысяч гектар она уже сделала. Больше даже 10 тысяч гектар. Ширина захвата здесь представлена 13,5 метров. Емкость 8,5 кубовая, нержавейка все. Метровые колеса здесь установлены для того, чтобы оказывать меньше давления на почву. Потому что это весенняя подкормка. Как известно, весной очень мягкая почва. Существуют сейчас в основном заказывают 15-метровые. Самые широкие. Для того, чтобы было немножко больше выполнено работы. За круг. Ну, собственно, агрегатируется с трактором где-то 200 лошадейных сил. Компания современной технологии земледелия занимается внесением безводного аммиака в почву. Обладает своим парком техники. Оказывает услуги по внесению безводного аммиака под ключ. Почему эта технология перспективна? Аммиак имеет ряд преимуществ перед традиционными сухими видами удобрений. Какие именно? Аммиак при внесении аммиака в почву. Азот у нас находится в аммонийной форме. За счет того, что азот находится в аммонийной форме, он не вымывается. И доступен растению на протяжении всего периода вегетации. За счет того, что у растения есть питание на протяжении всего периода вегетации, растение, как правило, дает более высокий урожай. Наиболее отзывчивой культурой на безводное аммиаке является кукуруза. Если мы возьмем в среднем прибавку между традиционными видами удобрениями и аммиаком, то мы получим примерно прирост в 15 центнеров с гектара урожайность. При тех же дозах азота? При тех же дозах азота, да. Даже я бы сказал более того. Мы в одном из крупных холдингов проводили опыт. Опыт заключался в следующем. Что хозяйства работали по своей традиционной технологии, когда они давали стартово под кукурузу селитру, и потом проводили подкормку кассам. При этом мы же в свою очередь давали ту же самую дозу по азоту, но один раз и с осени. И в результате на массиве в 3000 гектар земли по технологии холдинга и по технологии внесения безводного аммиака хозяйство получило прибавку в среднем плюс 15 центнеров с гектара на кукурузе на зерно. На самом деле технология не новая, и в Советском Союзе достаточно активно использовали эту технологию. Но потом с распадом СССР эта технология в нашей стране забыла. Снова, например, в тех же Соединенных Штатах Америки, Канаде и Австралии данная технология является технологией номер один по востребованности. То есть это самый популярный вид удобрения в США и Канаде для выращивания сельскохозяйственных культур. Наша технология, она для всех тех, кто хочет получать более высокие урожаи и работать более эффективно. У нас есть как фермеры от 1000 гектар, так и крупные агрохолдинги с большим банком земли. В чем преимущество для себя видят? Например, из нашей практики у нас есть фермеры, которые имеют 5000 гектар земли, он взял опыт, попробовал 500 гектар, внес, остался доволен результатом, на следующий год попробовал под различные культуры 1500, и на сегодняшний день, последние два года фермер вносит все 5000 гектар под абсолютно все культуры только безводным аммиаком. В чем есть преимущество? То есть аммиак, наверное, по эффективности где-то сопоставим с кассом. Аммиак будет немного выше по эффективности, чем касс, но эти два вида удобрения, они сопоставимы. И, например, все картофелеводы в России практически на сегодняшний день, они используют именно безводный аммиак. Почему? Потому что снижается количество проволочника, каких-то вредителей, заболеваний, в том числе и на картофеле уменьшается самое распространенное заболевание, это нематода. А нитраты? А нитраты. Вот смотрите, когда вы внесли ту же селитру, то у вас в селитре в основном азот нитратный, а если вы внесли безводный аммиак, то у вас аммиак находится в форме аммонийной. И постепенно он будет из аммонийной формы переходить в нитратную. Но это будет происходить постепенно. Поэтому, если мы говорим о нитратном отравлении, то быстрее оно произойдет с традиционными видами удобрений, которые именно в нитратной форме, чем с аммиаком, который будет постепенно переходить к нитратному форме. Привезли на выставку турбодефлекторы. Используется в животноводстве, в многоэтажном строительстве, в частном секторе для создания вытяжки в воздуховоде. Работает от силы ветра и помогает создавать дополнительную вытяжку. Глубокорыхлитель с внесением непосредственных гранулированных удобрений. Соответственно, почему именно мы, почему единственные кто в России, потому что такого бункера нет ни у кого. Мы имеем возможность рыхлить на глубину до 60, а вносить удобрения в зависимости от нужной нам нормы, в зависимости от нужной нам культуры, севооборот, вносим от 40 до 10, потому что есть возможность регулировки. В принципе, с удобрениями все. Дальше непосредственно конструктив нашего агрегата. Спереди идут опорно-регулировочные колеса, сзади идет гидравлический каток. В любой момент времени из трактора, из кабины трактора, мы можем отрепетировать непосредственно глубину заделки. Ну, глубину заделки, на этом остановимся. Есть такой итальянский производитель, Массио Гаспардо. Это его полноценный конкурент. Мы и по цене тоже. 2 миллиона стоит у Гаспардо. Ну, мы берем сейчас без удобрений, именно глубокорыхлитель. 2 миллиона стоит вот такой вот глубокорыхлитель без бункера. Наш стоит 1,6 миллиона. У Гаспардо это покупные. Соответственно, если у вас возникает именно в сезон проблемы с поставкой долот, плавничков, неважно, у нас все всегда это есть. И на дилеры, и у нас. То есть в любой момент 2 дня они у вас. У Гаспардо это надо заказывать и ожидать. Данная сейлка производства АО «Радиозавод». Это наш оборонный завод, который производит эти сейлки, если мне память не изменяет, с 2008 года. Это самая последняя модель сейлок данного завода. Ее отличает от всех остальных предыдущей моделей. Во-первых, то, что однодисковый сошник может копировать почву. Глубина выставляется здесь, так же, как и на всех сейлках, на центральных гидроцилиндрах при помощи проставочных шайб. И, так же, помимо этого, рычагом переключения, переставления колеса. Таким образом достигается максимальная точная глубина завелки семян. Так же, по сравнению с остальными сейлками, эта сейлка имеет очень удобную регулировку натяжения по батарее на сошников. То есть, мы можем регулировать давление сошника на почву просто, грубо говоря, вот этими регулировочными винтами. То есть, по батарее на не каждую отдельно по очереди. Это очень удобно. Так же имеются здесь следорыхлители нового образца, которые позволяют лучше, так скажем, поднять уплотненный слой почвы за колесами сейлки. Абсолютно новая пружинная барана. Так же позволяет выровнять грибнистость после прохода данной сейлки. Все остальное, в принципе, осталось прежним. Это 4 высевающих аппарата на сейлке. Общий бункер 2,3 куба. Единственное, что поменялось соотношение семян к удобрениям в бункере. То есть, у нас раньше было 1,8 кубических метров подсебенной материал и полкуба под удобрение. Сейчас это у нас получается 0,8 куба под удобрение и 1,5 под семенной материал. Ну, так же, как и раньше, можно засыпать полностью бункер пассивным материалом, если сеется без удобрения, и, соответственно, высевать полный объем 2,3 куба. Для юга России подходит такая сейлка? Да, она подходит. Единственный момент, как бы, дорабатываются технические нюансы, ну, как бы, касательно именно самого сошника. Ну, это не критично. Именно всходы после этой сейлки замечательные. То есть, они ровные, выдержана междурядие, выдержана глубина заделки, что немаловажно. И, так же, 1-дисковый сошник позволяет значительно лучше данной сейлке идти по влажной почве. То есть, 2-дисковый сошник при этом забивается значительно чаще, то есть, значительно более высокий процент забития, нежели на 1-дисковом сошнике. Это самые основные вот параметры. Наш завод впервые представляет на выставке «Золотая Нива» в Краснодарском крае каток-трамбовщик силосно-сенажной массы НТС-3М. Этот агрегат предназначен для трамбовки силосно-сенажной массы. Все прелести данного агрегата в том, что ширина захвата 3 метра у него идет. Это водоналивной агрегат. То есть, сейчас сухая масса у него 1700 килограмм. В раму наливается вода, в основной каток наливается вода. Два короба предназначены под насыпание песком. Общей загруженной массой получаем 4 тонны. Агрегатируем его с тракторами 3-4 тягового класса. Это трактора Т-150, К-700 и любые импортные трактора, потому что навеска проработана даже под них. Прелести этого агрегата в том, что трамбовка происходит гораздо быстрее. Масса укладывается плотнее. За счет вот этих разрезающих дисков мы добиваемся прореза на глубину 15 сантиметров. И из этих прорезов уже выходит абсолютно весь воздух из трамбуемой массы. Соответственно, мы увеличиваем объем заготовки в яму. Мы сокращаем количество проходов. Тем самым мы экономим ГСМ, трудозатраты, приемные мощности на участке возникают. Гораздо выше идут. Соответственно, вещь предназначена, чтобы помогать людям экономить силы, время. Ну и это новинка. Это новинка и в принципе рынка, и новинка в Краснодарском крае. Я думаю, что этот каток обратно на завод в Нижний Новгород уже не поедет. Он останется здесь в помощь местным аграриям. Так что обращайтесь. Завод работает. Все готовы. Все российские комплектующие. Соответственно, проблем с поставками никаких не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин